Христос воскрес Потому что здесь, на этой земле Вы вспоминали Те великие события, когда Иисус Христос, Победитель Вышел из этой битвы Слава Богу! Вы знаете, совсем недавно, пару дней назад Я был у доктора Зубного доктора, одна женщина Она приехала с Аляски Ну, знаете, когда там Во рту в тебе лечат, делают что-то Она, интересно, американка Попалась, она приехала в город Кадиак такой есть На Аляске, небольшой городок Она туда приехала, ее там вся семья живет И она мне рассказывает Интересный такой у нас получился Conversation с ней, разговор Я не могу разговаривать, она говорит И она говорит, я там живу, там есть много Русских православных церквей Те, которые выехали И ты знаешь, мы празднуем эту Пасху Вот будет в это воскресенье Вот пару дней назад, она говорила, будет Пасха И мы вспоминаем там Мы делаем это и по-американски, и по-русски Ты согласен? Я, ага, согласен Хорошо, она мне рассказывает И мне приятно Она рассказывает, что мы это делаем Это же, говорит, хорошо, что мы вспоминаем Всегда об этих событиях А потом она начала рассказывать мне Как хорошо я слышала, когда русские ходили И делали, знаете, когда на Рождество поют По улицам поют Я просто услышал, и что интересно мне за последние несколько дней Только несколько человек сказали Как хорошо, когда русские поют Ходят такие простые псалмы На улицах, не только в Доме Божьем На улицах поют Это настолько восторженно они рассказывали Как приятно слышать Я, говорит, даже своего племянника повезла туда И он послушал, и тоже доволен был Вы знаете, братья и сестры Да поможет нам Господь, вспоминая эти события Которые произошли ради нас Служить нашему Господу Без развлечения Конечно, братья и сестры Завтра перед нами вечеря Господня Страдания Господа нашего Иисуса Христа Мы будем вспоминать И мы будем участвовать В этих страданиях Господа нашего Иисуса Христа И это великое служение Которое оставил для нас Иисус Христос Это служение не буквы, но духа Хвала Господу И мы должны к этому служению готовиться И готовиться серьезно подходить Как было сказано сегодня Освящаться перед Богом Чтобы нам участвовать И это не было осуждением для нас Но это было жизнью и спасением Однажды я вспоминаю Когда первый раз Открыли палатку Там в бывшем Советском Союзе Открыли И было такое евангелиционное собрание Открытое И при заключении служения Брат сделал призыв И хор запел псалом Взойдем на Голгофу, мой брат Там посланный Богом Мессия распят И под этот псалом люди пошли на покаяние Они шли со слезами Они плакали Они и каялись И они находили освобождение И дальше жили радуясь Перед нашим Господом И я вот был недавно Вы знаете Встречался с теми людьми С которыми я работал В одной компании И там работал Они были моими начальниками А сегодня они члены церкви Там радуются Им приятно со мной разговаривать И знаете Это все Дело Голгофа Это дело любви Господа нашего Иисуса Христа Я буду читать такое место Священного Писания И хотел бы с вами сегодня Порассуждать немножко О том великом подвиге Который совершил для нас Иисус Христос Сын Божий И всегда вы знаете Перед страданиями Перед вечерей Когда у нас вечеря должна в субботу Хочется слышать Когда мы читаем Из этого Слова Божьего Что для нас значит страдание И я даже так рассуждаю И думаю Господи Наверное глубины Глубину Твоих страданий Мы на этой земле не поймем Написано Она превосходит Любовь Божья Она превосходит Разумение человеческое То есть наш разум Он не может постичь Он не может постигнуть Все любви Божьей Которая заложена В Сыне Господом В Сыне Божьем Иисусом Христом Читаю место Священного Писания Евреям 12 глава С 1 стиха ниже Посему и мы Имея вокруг себя Такое облако Свидетелей Сверхнем в себя Всякое бремя И запинающий Нас грех И с терпением Будем проходить Предлежащее нам Поприще Взирая на начальника И совершителя Веры Иисуса Который вместо Предлежащей Радости Вместо Предлежащей Ему радости Претерпел Крест Пренебрегший Посрамление И воссел Одесную Престола Божия Помыслите О претерпевшем Над собою Поругание От грешников Чтобы вам Не изнемочь И не ослабеть Душами Вашими И еще одно место Священного Писания Это Иван Леотеяна 19 глава 1 стих И ниже Тогда Пилат взял Иисуса И велел бить его И воины Сплетший венец И стерна Возложили ему На голову И одели его В баграницу И говорили Радуйся Царь Иудейский И били его Полонитом Пилат опять Вышел И сказал им Вот я Не нахожу Вот я вывожу Его к вам Чтобы вы знали Что я не нахожу В нем Никакой вины Тогда вышел Иисус В терновом венце И в багранице И сказал им Пилат Все Человек Вы знаете Такое поругание Жизнь Апостол Павел Начинает С Гефсиман Он плакал Он плакал А вы А вы Пошлите Как мне Он Измученный Если можно так, друзья, говоря об этом, я, рассуждая об этом, для себя как бы установил такие этапы, как он шел, этапы шел, как он шел на Голгофу. И вы знаете, когда рассуждаю об этих этапах и помышляю об этом, то я думаю, наверное, Господи, я не знаю, если бы я там был, какую бы я роль занял или на какой бы стороне был бы, но думаю, Господи, ты открыл бы мне, я бы, наверное, помог бы тебе нести крест, как это делал Симон Кирьянин. Я бы, наверное, просто-напросто чем-то старался тебе помочь, может быть, кружкой холодной воды, Господи, я бы желал бы быть участником в твоих страданиях. И вот когда его приводят, Библия говорит, когда его приводят к священнику Анне, первый этап, привели его к священнику Анне, и вот первосвященник Анна спрашивает его об учениках и об его учении. Когда он это спросил, Христос говорит, что ты меня спрашиваешь? Спроси, я говорил явно, я тайно ничего не говорил. И тут стоит один из служителей, который ударяет Иисуса Христа по щеке, по лицу его бьет. И Христос говорит ему, если я худо, сказал, покажи, а если нет, что ты бьешь меня? Я останавливаюсь на чтении этого места священного Писания и рассуждаю и думаю, Господи, наверное, не раз в жизни нашей, в поступками нашими и делами мы вновь огорчаем Господа нашего Иисуса Христа. Не раз мы его, может быть, заставляем или говорим, или вновь бьем его, или вновь заставляем страдать его. Отрекаясь, Господи, этот удар, первый удар он был, наверное, ради меня. Я осознаю, тогда, когда первый раз по святому лицу человеческая грешная рука ударила его. И я, знаете, рассуждая об этом, смотрю дальше, он был связанный. Библия говорит, что ему руки связали. Он стоял, он ничего не мог делать. Он получил первый удар из связанного. И вот дальше ведут к первосвященнику Каиафе. Каиафа дальше ведет над ним на расспросы, опять дальше рассуждает на нем, говорит, и после этого он предстает перед Синедрионом. Когда он перестал перед Синедрионом, братья и сестры, мы видим такую картину, что приходят лжесвидетели. Приходят люди, которые начинают лжесвидетеливать против него, которые начинают говорить против него люди, и не находили достойных лжесвидетелей до тех пор, пока они приходят двое и говорят, мы слышали, что он сказал, разрушу храм сей и в три дня его воздвигну. Вы знаете, в чем заключается и лжесвидетели? То, что они извращают правду. Я останавливаюсь на этом месте священного писания и смотрю и читаю дословно. Христос говорит совсем по-другому. Он говорит, разрушьте вы этот храм, а я его в три дня воздвигну. И он воздвиг его в три дня, слава Богу, братья и сестры. Он говорил о теле своем, он говорил о воскресении своем, он говорил о победе своей, и он это сделал. Хвала Иисусу. Но они не поняли. И один стихотворец говорит так. Когда он стоял, чтобы защищаясь, когда стояли лжесвидетели, когда говорили, один стихотворец говорит, защищаясь, скажи о волнующих днях, о ликующем сыне наинской вдовы, о слепых, уходящих домой не в потьмах, а под сводом пленящей их синевы. Ну а если в защиту ответят, распни, суд проси, чтоб свидетелей верных призвал, чтобы все, все как есть, все расскажи, что совершал ты, к чему призывал. Пусть судья помолчит, скажет, пусть, Аир, как ты добр и велик, возвратил к жизни дочь. В Артемей пусть расскажет, как добр вдруг стал мир, когда ты пожелал ему в горе помочь. Прокаженные пусть подойдут на помост и покажут трубцы затянувшихся ран. И другие ответят на дерзкий вопрос, охладив разгоревшийся пыл горожан. Вы знаете, друзья, вот так, когда Христос стоял перед этим народом, перед судьями, перед Синедрионом, и он ничего не говорил, он не защищался. И вот Синедрион, когда первосвященник раздирает одежды и говорит, вы слышали, он сказал, он сын Божий. И ведут его перед Пилатом. Все, евреи, первосвященники, книжники, они осудили его на смерть и ведут его перед Пилатом. Когда предстал он перед Пилатом, Пилат смотря на это все дело, интересная картина. Тот человек, который очень много пролил крови, он смотрел и он видел, что они его осуждают незаслуженно. Они его предают смерти из-за зависти. Он не достоин этой смерти, но они это делают. И он ищет, как бы его освободить. Он не желает быть виновником в этих страданиях. Он не желает быть виновником в пролитии крови Сына Божьего. И вдруг он узнает, а он что, галилеянин? Да, галилеянин. Он из области Иродовой. И он отправляет его к Ироду. К Ироду отправляет. Ирод встретил его. Встретил, обрадовался. Он его долго хотел видеть. Он очень долго хотел и искал удобного случая слышать. Хотел видеть знамения, чудеса от него. И вот пришел Христос, предстал перед Иродом. Об Ироде было сказано Христом, что это лисица. Это был негодный царь. Он был негодный человек. Было сказано, когда Христос пред ним предстал. Братья и сестры, я сразу вспоминаю пророка Исаия, который говорит в 53 главе, «Как овца веден он был на заклание, и как агнец, пристригущем его безгласен, так и он не отверзал уз своих. От узы суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступления народа моего претерпел казни. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Как овца веден он был на заклание. Он молчал. Ирод много спрашивал, но он молчал, он ничего не говорил. Он просто молчал. Он шел, как овца, на страдания, насмеявшись над ним, надругавшись с воинами. Одев по границу, Ирод отправляет назад его к Пилату. Пилат его берет и выводит перед народом, и говорит, вот и я, вот и Ирод, мы искали и ничего не нашли, наказав его, отпущу. Но народ израильский закричал, распни его, распни его. Братья и сестры, это путь Голгофы. Это очень тяжелое страдание. Тяжелое страдание Голгофы. Я сегодня утром читал в словарях, что значит крест, что такое крестное страдание, как люди мучились, когда их распинали, когда их вешали, как Христу было тяжело. Невинный, ничего не заслужил, делал одно добро, платил людям любовью. И даже на кресте он молил, прости им, ибо они знают, что делают. Братья и сестры, Библия нам говорит, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание. Нам, друзья, нужно почаще говорить о страданиях Господа Иисуса Христа. Нам нужно больше говорить. И вот эти этапы, или этот путь, по которому проходил Иисус Христос, как мы поим салом, Долороса, или та улица, где Он проходил, неся крест на себе. Крест изнеможенный, избитый, обруганный, оплеванный, и все это ради тебя, и ради меня. Слава Богу! Братья и сестры, слава Богу! И вот Библия нам говорит, и такой, знаете, есть в салом, последний этап великих христовых страданий. Вот ложит на крест его римский солдат. И вот об этом, последнем этапе, я бы еще хотел бы прочитать, как описывает о нем евангелист Лука. Иван Леотлуки, 23 глава, 33 стих и ниже. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону». Последний этап Голгофа. «Иисус же говорил им, отче, прости им, ибо не знают, что делают, и делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, и насмехались, же вместе с ними и начальники, говоря, других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Так же и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Если ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же». И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около девятого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине. Иисус возгласил громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои придай Дух Мой». Иисия сказал и спустил Дух. Братья и сестры, очень дорого для нас досталось спасение. И мы должны этим ценить. Мы должны этим дорожить. Мы жизнью нашей должны быть благодарны Господу. И вспоминайте страдания, готовясь помнить, не тленным серебром или золотом мы искуплены от суетной жизни, но драгоценную кровью Акца, как непорочного и чистого Акца. Слава Богу! И сейчас, друзья, еще вновь хотелось бы, как мы в своем псалом взойдем на Голгофу, мой брат, пойдем перед ним, пойдем и помолимся, и прославим его за великий подвиг. Аминь. Аминь. О дивный и чудный Господь, ты с нами, Боже! Как тебе, Господи, Боже! Бои.